Приветствую всех подписчиков и гостей моего спортивного канала. Вчера прошли заключительные шесть матчей группового этапа на чемпионате мира по хоккею в Риге. В вечерней сессии сборная России не испытала трудностей с белорусами, победив последних со счетом 6-0. В другом матче сборная Германии победила в основное время сборную Латвии 2-1 и поставила таким образом жирную точку в определении соперника сборной России по четвертьфиналу. Матч сборных России и Канады, а также все остальные три четвертьфинальных матча, пройдут в четверг 3 июня. Сборная США, как победитель группы «Б», встретится в 16-15 со сборной Словакии, занявшей четвертое место в другой группе. Сборная России, ставшая лучшей в своей группе, будет играть в 20-15 с фортовыми канадцами, также занявшими четвертое место. Сборная Финляндии сыграет в 1-4 со своими извечными соперниками чехами также в 20-15. Ну а сборная Швейцарии будет принимать в четвертьфинале сборную Германии. Смотрите этот матч в 16-15 по Москве. А это рейтинг команд, на основе которого после матча 1-4 финала будут образованы пары полуфинальных встреч. США, Россия, Финляндия, Швейцария, Чехия, Германия, Словакия и Канада. Вот кто вчера отличился в составе российской сборной в игре со сборной Беларуси. В первом периоде мы стали свидетелями пяти заброшенных шайб, отличились дважды Никита Нестеров еще по шайбе на счету Эмиля Галимова, Максима Шелунова и Михаила Григоренко. Отметим первую заброшенную шайбу на турнире Максимом Шелуновым. Во втором периоде была голевая засуха. Ну а в третьем периоде единственную шайбу провел Дмитрий Воронков, признанный лучшим игроком сборной России в матче с белорусами. Ну и стоит пожалуй отметить, что наша команда стала самой забивающей на турнире, на ее счету 28 заброшенных шайб. Швейцарцы и чехи отстали на одну шайбу. Направляю любителям статистики итоговые таблицы после игр на групповом этапе на чемпионате мира по хоккею. На этом с вами прощаюсь, всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, Ренат.